А зачем ты сказал-то? Я отключил её. А теперь первый рыв будет. Вот. Говорит Лонгин. Корнили уверовал Лонгин-то. И воины. Они остались и служили. А теперь смотри. Вот. Житие и страдания святого мученика Лонгина, сотника, память 16 октября. Беги, гуляй. Вот теперь смотри. Вот он так свидетельствует об уверовании Христа, говорит. Выделил вместо Лонгина, два воина окончательно уверовали во Христа и сделали с кем? Проповедниками воскресения Христова. Ну. И вознестили Пилату, архиереям обо всём. То есть на следующий день они сняли с себя сан. Видишь? Это кто у нас? Лонгин? Лонгин, да. А Лонгин теперь Корнилий. Вот сейчас Корнилия посмотрим. Житие святого мученика Корнилия, сотника. Кто-то из них же епископ стал потом. Вот Корнилия, смотри, которому Пётру введение-то было. Да, да, да. И вот он сейчас это просматривает. Дальше. Я просто прокручиваю, там кто-то ткнет, может просчитать, остановить. А вот дальше-то. По принятии крещения... Оставил всё и пошёл за Петром, который поставил и епископом. А монахи сидят в Афоне и говорят, они говорят, вот, посмотри, воевать они за то, что воевали. Ну, как воевать? Вы видите, что? Они совершенно не знают ни Писание, ни Библию. Война-то идёт из-за того, что люди Божьим всё попрали. Бог ведёт войну, не мы. Мы не должны участвовать. Мы не можем и меч удерживать. Мы будем только говорить одно, да будет воля твоя. Чё, поранился опять? Нет. Алоэ приложили, потому что не зарастает. А-а-а. Так ты трогаешь. Ты всё время разрываешь её. Ты ни тяжести не носи, ни чё этой рукой. Не зарастает. Так теперь хуже будет зарастать. Самые зарастающие первые дни. Вот так. Ну и вот дальше, что тут? Кто надо, прочитает. Корнили как бы. Ну тут много можно написать. Главное, что все оставили. И как сказать, что не так? Не знаю. Ну всё. Ну это-то я помню, он епископом стал, Корнилий, да? Да. Ну согласно жития. Да, согласно жития, да. Мы в Библии этого не находим. Ну всё, с Богом. Да, с Богом. Я это хотел показать.